Добрый вечер, в эфире Вести, Карачао-Черкесия, в студии Ярослав Чекланов. Смотрите в нашем выпуске. По следам прямой линии, плачевное состояние многоэтажки на Готякулова. Рашид Тимризов дал поручение городским властям разобраться в ситуации. Бойцы Росгвардии приняли войную присягу и пополнили ряды силового ведомства. 24 сотрудника произнесли слова клятвы. Номер российского издания посвящен творчеству народного писателя Карачао-Черкесии Иссы Капаева, что опубликовано на страницах журнала. Хоровые вокальные коллективы на одной сцене в Черкесске прошел региональный этап всероссийского конкурса. Сегодня день работника органов безопасности Российской Федерации. Уважаемых сотрудников и ветеранов Управления Федеральной службы безопасности России по Карачао-Черкесии поздравляет глава Республики Рашид Тимрезов. Следуя основополагающим принципам в своей работе, сотрудники ФСБ успешно выполняют поставленные перед ними государственные задачи, направленные на охрану интересов Отечества и безопасность его граждан. Вы успешно боретесь с экстремизмом и терроризмом, коррупцией, отстаиваете суверенитет и целостность российского государства. Во многом благодаря профессионализму сотрудников УФСБ по Карачао-Черкесии взаимодействия с органами государственной власти и другими правоохранительными структурами в Карачао-Черкесии обеспечены мир, стабильность и порядок. Печальная весть ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Евгений Мореев. Совсем недавно в кругу близких и родных он отметил свое 99-летие. Слова соболезнования родным и близким ветерана выразил глава Карачао-Черкесии Рашид Темрезов. Евгений Николаевич 18-летним юношей попал на Второй Прибалтийский фронт. Доблестно сражался в составе 47-го гвардейского артиллерийского полка. Был тяжело ранен и контужен. После выхода из госпиталя служил в разведке. Участвовал в боях за освобождение Румынии, Венгрии, Чехословакии. Это невосполнимая утрата для нашей республики. Евгений Николаевич Мореев прожил достойную жизнь, защищая свою родину в годы Великой Отечественной войны. В послевоенное время трудился на благо Карачао-Черкесии. Я же был тяжело ранен. Это видео с Гутикулова-5 региональной столицы поступило на прошедшую 14 декабря прямую линию с главой Карачао-Черкесии. И хотя в эфире вопрос от жителей не был озвучен, он, разумеется, не остался без внимания властей. По поручению руководства республики специалисты мэрии Черкеска оценили состояние бывшего общежития. Впрочем, здесь даже без экспертизы понятно, что в таких условиях жить нельзя. Вы же видите, какое плохое. Валится все вон. Особенно та сторона, где туалеты, там вальники, там вон стенка швы валялась. Все там гниет, все там просачивается. И полностью, если один кирпич упадет, сейчас полностью дом развалится. Тем не менее, сейчас крышу поменяли, 25 тонн положили. И я так думаю, что срочно нужно переселение. Видимо, новая крыша этому зданию была нужнее всего. Но вот самих людей куда больше беспокоит отсутствие уверенности в завтрашнем дне. Действительно, глядя на одну из стен, кажется, будто она постепенно осыпается. Понятно, что нынешнее плачевное состояние дома – результат многолетнего бездействия обслуживающей организации и потребительского отношения самих горожан. Однако сейчас надо думать не о том, кто виноват, а о том, как помочь людям. То, что сзади дома творится, тоже, наверное, уже видели, что рушится. А то, что нам сказали, расселят в одну комнату. Если у меня две комнаты, даже если должники, да, должники, если копейки, должны эти копейки все равно выплатить, заставят. А с двух комнат в одну комнату заселяться никто не будет. В мэрии Черкеска нам рассказали, что у них имеется список домов, сейсмоусиление которых экономически нецелесообразно. Девять десяток жителей первых восьми многоэтажек уже получили квартиры в новом высотном здании по улице Свободы, 62. Что касается многоквартирного дома, расположенного по адресу Кутякулова, 5, он в постановлении мэрии включен в перечень домов, подлежащих переселению. На сегодняшний день готовится техническая документация по передаче второго дома по улице Свободы, 62, собственность муниципального образования города Черкеска. После того, как этот дом будет передан, жильцы домовладения, расположенного по улице Кутякулова, 5, будут переселены в данный дом. В поступившем на прямую линию с главой республики обращений речь шла о многоэтажке номер 9 по улице Кутякулова. В ближайшее время по ней будет дана экспертная оценка. После признания дома сейсмонеустойчивым, постановлением мэрии его внесут в перечень на переселение. Мы определили уже, что у нас первый дом, реализация программы, она исполнена у нас на 91%. То есть 8 домов мы практически переселений. Зависит у нас, вот сейчас после передачи второго дома, у нас стартует второй этап переселения домов, где уже включен дом по Кутякулова, 5. Также претендентами для включения во второй дом к переселению у нас является дом по Кутякулова, 7 и по Октябрьской, 3. Переселение собственников жилья из домов второй очереди планируется начать в первом квартале следующего года. Артур Махцель-Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия. Сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Имрезов в Москве принял участие в церемонии памятного огрешения марок с изображением курортов Архыс и Эльбрус. Церемония, приуроченная к официальному старту горнолыжного сезона, прошла с участием вице-премьера России Александра Новака, полпреда Юрия Чайки, заместителя министра экономического развития Сергея Назарова, главы КБР Казбека Кокова и гендиректора компании «Кавказ» Андрея Юмшанова. Общий тираж марок, более 100 тысяч экземпляров, курорты Северного Кавказа давно популярны у жителей нашей большой страны. И тем не менее, они продолжают динамично развиваться в ногу. Со временем появляются новые туристско-рекреационные объекты, растет уровень сервиса, появляются новые туристические маршруты. МЧС предупреждает, в горах Карачаево-Черкесии выше 2,5 тысяч метров лавина опасна. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 9, 14, днём минус 2, плюс 3. Ночью и утром на дорогах гололедица и снежный накат. В Черкесии без осадков ветер юго-восточный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью до 12 градусов мороза, а днём до плюс 2. Ночью и утром на дорогах гололедица. 17 декабря. Ярослав Забашный. В Кисловодском цирке. Спешите! 585 золотой. Лучший момент. Сейчас. Сейчас скидка до 70%. Золотые серьги с бриллиантами и изумрудами. Всего от 10 680 рублей. Лучший момент. Сейчас. 585 золотой. Чавыча, сёмга, красная икра. На рыбной ярмарке дары Камчатки. С 20 по 23 декабря. В доме предпринимателя. Черкесск. Улица Горького, 8. Продолжаем выпуск. Служу России, служу закону. Сегодня будущие бойцы Росгвардии приняли войную присягу и пополнили ряды силового ведомства. 24 сотрудника вне ведомственной охраны ОМОН, прошедшие первоначальную профподготовку, произнесли слова клятвы. Послушала их и Фатима Даурова. Сегодняшнее морозное утро молодые сотрудники Росгвардии встретили на плацу. Причина носит торжественный характер. Принятие Росгвардийской присяги, которое подразумевает обещание служить России и её народу, а также защищать государство. Личный состав для принятия присяги выстроен в ряд. После исполнения гимна в России и Карачаево-Черкесии, командиры подразделений приступают к церемонии. Младший сержант полиции Шаванди, ко мне. В торжественной обстановке перед лицом своих товарищей, бойцы Росгвардии один за другим дали клятву уважать и защищать права и свободы человека, соблюдать закон и бороться с преступностью. Со знаменательным событием молодых сотрудников поздравил заместитель начальника вневедомственной охраны Управления Росгвардии России по Карачаево-Черкесии, полковник полиции Анатолий Таранов. Сегодня очень большое общественно-политическое мероприятие. Оно впервые проходит, как у нас в восках национальной гвардии. Для молодых сотрудников это очень значимое мероприятие, поднимающее боевый дух, воспитывающее деловые качества сотрудника. Ну и поздравляю их с принятием присяги. Среди тех, кто поклялся быть отважным и достойно исполнять свой служебный долг, оказалась младший сержант полиции Белла Тимрезова. Клянусь при осуществлении полномочий сотрудника войск национальной гвардии, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, быть мужественным, честным и бдительным, не щадить своих сил в борьбе с преступностью. Женское лицо силовых структур – это решимость в перемешку с романтикой. Плечом к плечу с мужественными, целеустремленными мужчинами, не уступаем в отваге и профессионализме, эта хрупкая и утонченная девушка выполняет все поставленные задачи. Табельное оружие в одной руке, в другой – красивый букет. Наглядное олицетворение сочетания содержания и натуры. Мы сегодня торжественно присягали Российской Федерации, свято давали клятву, что будем служить России и ее народу. В первую очередь я не девушка, я боец. После церемонии принявшие присягу сотрудники приступят к выполнению своих служебных обязанностей в соответствующих подразделениях силового ведомства. Фатима Дорова, Мухаммеда Шибока, Вести, Карачаева, Черкесия. На страницах крупнейшего в стране литературного журнала «Роман-газета» печатаются наиболее известные писатели. В этом году журналу исполняется 95 лет со дня его выхода. Ноябрьский номер российского издания посвящен творчеству народного писателя Карачаева-Черкесии Иссыка Паева. А в номер вошла написанная 40 лет назад в 1983 году повесть «Гармонистка», «Елмамбет» и еще несколько работ этого жанра, а также рассказы из состоявшейся «Сабантой», рекламное приложение и многие другие произведения Иссы Суюновича. Публикация в «Роман-газете» подтверждение тому, что творчество нашего писателя Иссыка Паева является весомым вкладом в развитие многонациональной литературы России. В Черкесии прошел региональный этап всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов. В Центре дополнительного образования детей встретились воспитанники школ из 10 муниципальных образований Карачаева-Черкесии. За песенным состязанием наблюдал наш корреспондент Артур Мхце. Воспитанники 7-й школы села Учхи-Кен репетируют в фойе Центра дополнительного образования для одаренных детей один из своих песенных номеров. Позади остался муниципальный тур, по результатам которого были отобраны лучшие выступления. И группа ребят из Малокарачаевского района стала одним из примерно 30 участников регионального этапа всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов. Ансамбль называется ансамбль Джул Дуз. Мы готовимся уже, ну, несколько, можно сказать, месяцев. Первая песня Дор Эми, детская песня. Вторая песня у нас про маму. И третья песня про родину, Атаджурту. В Карачаево-Черкесии на старт хорового и вокального конкурса вышли около 2000 участников. Как отмечают организаторы состязания, хоровое пение служит объединяющим фактором. Очень рады тому, что этот конкурс возродился после довольно-таки длительного перерыва. Хоровое пение для России – это, можно сказать, образ жизни. Оно издавна идет рядом с нами. И можно сказать, что это русская национальная традиция – петь хором. И именно при занятиях по хоровым исполнительским искусствам дети и вообще все люди как никогда учатся слышать и слушать друг друга. Хоровое движение у нас начинает возрождаться. И очень бы хотелось, чтобы вся Россия подхватила это движение, так как эстетическое воспитание – одно из самых главных, которое может быть в воспитании ребенка. И вот звучит гимн России, который поет весь зал. Уже за одно это выступление всем участникам состязания можно было отдать победу. Впрочем, в этот день со сцены Центра дополнительного образования звучало немало песен, популярных у ценителей музыки. И хотя, как принято, здесь были тоже свои лауреаты, каждый коллектив заслуживал признания и овации зрителей. Артур Махце, Мухаммед Ашебоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все Вести. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Драма. Дама с собачкой». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин